Готовность номер один к праздничному параду. Военные на Красной площади сегодня провели генеральную репетицию. По идее, все до мелочей. Выглядело так, как должно быть 9 мая. У стен Кремля знамя победы и штандарты фронтов Великой Отечественной. Их пронесли солдаты в форме времен войны. Под звуки марша и по брусчатке прошли представители всех видов и родов войск. Вместе с российскими чеканили шаг военнослужащие из стран-союзниц по антигитлеровской коалиции. Американцы, французы, англичане, поляки. К колонну военной техники возглавили легендарные танки Т-34. Следом проехали современные боевые машины, включая системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы, пуск и установки новейшей модификации комплекса Топль-М. И кульминация парада — воздушное шоу. Военные летчики готовились к нему на трех аэродромах в Липецке, Ангельске и в Московной Кубинке. Вертолеты, самолеты дальней авиации, истребители, штурмовики, бомбардировщики собрались в единый строй на подлете к столице. В честь юбилея Победы крылатые машины образовали в небе цифру 65. Сложнейшие фигуры пилоты выполняли на низкой высоте. Победы крылатые машины — воздушное шоу. Время — воздушное шоу. Время — воздушное шоу.